В эфире телеканал ACBC программа «Экономика дня». В студии Хайлама Медва. Здравствуйте! В центре нашего внимания перспективное направление торгово-экономического сотрудничества. Наиболее выгодное для Азербайджана направление экспорта. Разобраться в теме дня нам помогут Муслим Ибрагимов, заведующий кафедрой экономико-русско-экономической школы ЮНЕК, доктор экономических наук, профессор. Фархад Амирбеков, президент исследовательского фонда ЮНЕК и Фуад Ализаде, экономический обозреватель информационного портала «Спутник Азербайджан». Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Азербайджан открывает новые рынки сбыта своей продукции. Вместе с тем наша страна стремится сохранить позиции и на традиционных рынках. Какие возможности перед Азербайджаном открываются? Господин Амирбеков? Я думаю, что перспективы открываются самые радужные. Мы раньше позиционировали себя в качестве игрока на энергетическом рынке, поставках на мировой рынке нефти и газа. В силу объективных причин доля нефти снижается, газовые проекты сейчас успешно развиваются. Но тем не менее мы будем выступать на мировом товарном рынке в качестве нового производителя и экспортера. И с моей точки зрения, наибольшее внимание мы должны уделить своим ближайшим соседям. Их рассматривать в качестве наиболее перспективных рынков сбыта своей продукции. Ближайшие соседи? Да, ближайшие соседи. Это Средняя Азия, это Казахстан, это Российская Федерация, Украина, Турция и, возможно, Иран. Спасибо, господин Амербеков. Господин Ибрагимов? Происходят, конечно же, еще очень положительные факты того, что рынки стали расширяться. Допустим, российский рынок, это сегодня для Азербайджана, нет не просто рынки Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов России, но это еще и провинциальные стороны, территории России. Вы имеете в виду и регионы? Регионы, российские регионы, которые сегодня тоже имеют возможность приобретать азербайджанскую продукцию, будь это будет и продовольственная продукция, и сельскохозяйственная продукция и так далее. В то же самое время нужно говорить и о среднеазиатских странах, которые имеют возможность приобретать азербайджанскую продукцию. В этом отношении есть еще один очень положительный фактор того, что Азербайджан стал получать экспортные доходы за счет повышения добавленной стоимости своей продукции. Это не просто товары сырья, сырьевая составляющая, это уже товары, которые имеют вторичную степень переработки. Господин Ализаде, согласны с нашими гостями? Я скажу так, более практические стороны. Я встречался с представителями Тюменского, Алтайского края. Они очень готовы развивать сотрудничество. Вроде на первой расстоянии далекое, но они сказали, что это не слишком далеко. Они готовы получать в первую очередь, если мы говорим о нефтяном секторе, это, конечно же, плодовощная продукция. Они готовы покупать у нас вина. То есть, кроме этого, в ходе разговора, например, представителям Алтая, они сказали, мы готовы принять азербайджанцев в гости нам туризма для алтайских горы. Мы готовы послать своих туристов на ваши пляжи. Сейчас расстояние не проблема. То есть, надо развивать. И в первую очередь, я считаю, что это рынок России. Ну, в дальнейшем, почему именно я имею в виду Россию и эти края? Потому что именно там можно продавать нашу плодовощную продукцию. Идти плодовощной продукцией в Среднюю Азию, я считаю, что это надо искать более другие. Но сегодня Азербайджан не только знаменит плодовощной продукцией. Есть очень много еще другой продукции, которую Азербайджан готов экспортировать. Ну, экспортировать, если мы имеем в виду новые производства, которые мы организовываем. Новые производства, в том числе высокотехнологичную продукцию. Высокотехнологичную, я имею в виду то, что откроется сакар-полимер, сакар-карбамид, мы будем подставлять химическую продукцию. Но эта продукция, скорее всего, пойдет на рынки, так скажем, Турции, можно стран Евросоюза, продукции непосредственной переработки. Я имею в виду экспорт услуг, IT-индустрия, я имею в виду стройматериалы. Стройматериалы Азербайджан сам стремительно развивается и сам в настоящее время поставляет больше продукции из той же лес, другие продукции. Господин Амербеков. Безусловно, сельское хозяйство, это, как мы знаем, один из приоритетов экономического развития. Есть программа развития, диверсификации, модернизации национальной экономики, так называемые дорожные карты. Третий год также они действуют. И сельскохозяйству посвящено отдельное направление, книга даже, я бы сказал. Ну, я не знаю, то ли в силу того, что я сам промышленник, долгие годы потом в финансовой сфере работал, особо пиетет у меня вызывает, безусловно, промышленность. Я думаю, что переработка, я вам благодарен, упомянул нефтехимию, она, знаете, переработка нефти, я не знаю, знают ли наши слушатели об этом, дает около 500 видов продукции. А природного газа 250. У нас есть и сырьевая база и для переработки нефти, и газа тоже. Ну, скажем, почему бы не развивать, я уверен, что в этом направлении будут подвижки, получения из природного газа удобрений для сельского хозяйства. Вот вам, пожалуйста, с одной стороны вы специализируетесь на развитии и национального, и иностранных рынков, да, развитии сельского хозяйства. И в то же время вы получаете качественный иной продукт. Я должен сказать, что в среднем, это просто контрольная цифра, чтобы осознать разницу, между поставками сырья и переработкой этого сырья, средняя разница в цене составляет на условную тонну, семикратную разницу. Поэтому, на самом деле, я думаю, что мы стоим на пороге бума, инвестиционного бума в перерабатывающую промышленность и, соответственно, логистику. По логистике у нас очень неплохо. Мы уже создали очень хорошую трубопроводную логистику, ее развиваем. С железной дорогой все великолепно. Карст, Тбилиси, Баку уже функционирует, железная дорога. Автомобильный транспорт будет развиваться, потому что инфраструктура тоже не стоит на месте в этом плане. Коридор север-юг, да, я хотел бы напомнить. Но теперь нужно наполнять, да, то есть эти дороги не могут быть пустыми. Я думаю, что нашим приоритетом является, безусловно, сельскохозяйство, но большая часть все-таки это промышленность. И переработка того сырья, которым мы обладаем. О котором говорил как раз господин Ибрагимов. В этом вопросе я хотел бы еще затронуть один момент. Дело в том, что торговля основывается на взаимовыгодной основе. И поэтому очень часто как раз-таки торговля с соседями, она основывается на внутриотраслевой торговле. То есть мы и экспортируем, и импортируем и сельскохозяйственную продукцию, и продовольственную продукцию. Самое главное, чтобы здесь удерживался определенный баланс интересов именно в торговых и прагматических, скажем так, направлениях. С одной стороны, допустим, в Средней Азии, да, мы имеем определенную продукцию, которая, в принципе, на сегодняшний день является неттоэкспортной продукцией. Но в то же самое время, это может быть и сельскохозяйственная продукция, но по качеству они могут отличаться и по ценовой категории тоже. То есть азербайджанская продукция, имея, скажем, более высокое качество, может продаваться по более высокой цене. А в других странах, в то же самое время, происходит некая такая ценовая диверсификация и на внутреннем рынке, и на внешних рынках, скажем так, стран-партнеров, торговых партнеров. Говоря о новых рынках сбыта, насколько азербайджанский бизнес рискует, выходя на них? Ну, в данном случае этот риск более чем оправдан. Мы не можем сосредоточиться на удовлетворении только внутреннего спроса в силу его незначительности. И поэтому внешняя экспансия, она на самом деле уже происходит и не один год. Если взять нефтяную отрасль, то торговые представительства в Сокар имеются в Швейцарии, во Вьетнаме, в Турции. Кстати говоря, по IT-сфере у нас очень неплохие разработки в области платежных систем. Я должен напомнить, что IBM открыла представительство именно в Баку. И она рассматривается как региональный дивизион, и они отсюда смотрят на окружающий Азербайджан мир. Безусловно, эта оценка IBM очень интересная, и я думаю, что это перспективное направление. И очень важный момент в рамках научного дискурса, который в прошлом году очень активно развернул Азербайджанский государственный экономический университет, ЮНЕК. Я имею в виду вопрос о развитии цифровой экономики. А этому был посвящен январский отдельный номер, очень интересный. И ваш покорный слуга там опубликовал свой тоже материал, который назывался «Цифровой континент», в котором я говорил о том, что если традиционные, так скажем, рынки очень сильно уже сегментированы, и конкуренция там очень жесткая, то вот открытие цифрового континента таких ограничений не накладывает на нас. Вот я думаю, что здесь на самом деле сочетание цифровых технологий и традиционных товаров может дать такой кумулятивный эффект. Поэтому торгово-промышленная палата и торговые дома в других странах – это, безусловно, традиционно очень эффективный путь, но за ним должно следовать, скажем так, последовать развитие инструментов цифровой экономики, когда мы можем продавать свои товары и услуги сразу всему миру. – Онлайн-площадки? – Да, онлайн-торговые системы, платформы, я бы даже сказал. Вот здесь у нас есть, конечно, много вопросов. Да, мы здесь отстаем. – Да, но один из вопросов как раз наших телезрителей был, что когда же овощи и фрукты азербайджанские можно будет покупать через онлайн-торговые сети? – Да, и, кстати говоря, не только свежие, это могут быть и полуфабрикаты, это могут быть концентрированные соки, могут быть материалы для пищевой промышленности, парфюмерные, консервы, в конце концов, да, вот консервированные, вернее, продукты с длительным сроком. То есть нам нужны, я думаю, не только торговые дома в разных странах, это, безусловно, очень интересно, и они должны быть просто, чтобы изучать рынки этих стран, но нам нужны будут еще и региональные склады. – Господин Олизаде. Господин Амербеков сейчас говорил про торговые дома. Завтра в Киеве Азербайджан открывает торговый дом очередной, 22 июня. Как Вы считаете, данный механизм насколько эффективен для продвижения продукции? – У нас в Украине всегда были очень хорошие добрососедские отношения, и торговые связи всегда развиваются. С Украиной, насколько я знаю, были попытки создать, развивать авиастроение, то есть мы хотим запустить совместное производство, с ними самолеты, мы собирались. И в дальнейшем, я думаю, что большие перспективы. Но опять же, я говорю наиболее, все-таки открытие торговых домов – это в Китае и странах Пресиско-Залега. В Китае пока предусмотрено открытие только винного дома. После Украины следует Латвия. В следующем месяце там будет открытие торгового дома. Господин Имбрагимов. – Я хотел бы добавить, во-первых, торговые дома – это является необходимым таким атрибутом торговой экономической дипломатии. И призвано не просто ознакомить, скажем так, иностранных потребителей продукции нашей продукции. – О чем говорил господин Амербергов. – А здесь как раз-таки я хотел бы связать ваш вопрос, связанный с рисками входа на новые рынки. Как раз-таки торговые дома, они имеют определенные возможности снижения риска по причине того, что есть очень такая довольно-таки сложная проблема. Эта проблема связана с устойчивым, скажем так, товародвижением с Азербайджана и на иностранные рынки. Дело в том, что по нашим исследованиям показывал, что продукция, которая поступает на иностранные рынки, по определенным причинам, она имеет некий такой неустойчивый характер. А неустойчивый характер связан с тем, что очень часто здесь, скажем так, не соблюдается контрактные такие вот возможности. То есть имеется в виду, что на сегодняшний день здесь нужно проводить очень такую вот интересную и очень важную такую работу в сфере контрактной торговли, когда, допустим, тот же самый торговый дом будет иметь, скажем так, выполнять такую функцию площадки заключения контрактов по, скажем так… – Это так и будет. – Да, в принципе, вот как раз таки торговый дом этим-то и будет заниматься. Это говорит о том, что непосредственно… – Это будет место встречи бизнесменов. – Да, это производитель, который работает в Азербайджане, это компания, фирма, будет производить продукцию, следуя контракту. – То есть он не будет… – Вот здесь уже снижение риска того, что я произведу продукцию, кто его будет покупать. – И в то же самое время наш производитель находится в определенных, скажем так, обязательствах, что я должен произвести вот столько-то продукции для рынка Украины, допустим. – То есть здесь уже снижение определенного риска по причине того, что находится ниша, там, где будет продаваться эта продукция и в то же самое время обязательства сторон азербайджанской стороны и украинской стороны в купле, продаже и реализации продукции. – То есть это вот как раз-таки самый большой риск, который, в принципе, сегодня, на сегодняшний день имеется для наших экспортеров, и вот как раз-таки торговый дом будет снижать вот этот самый риск. – Но в то же самое время, как я уже сказал, торговля – это прежде всего взаимовыгодная основа. – Мы должны сказать о том, что сегодня в Азербайджане имеются специализированные магазины украинской продукции. – В принципе, есть, опять же, такое вот обоюдное отношение. – В качестве примера можно привести тот же деловой центр, который был создан в Астрахани. – Безусловно, абсолютно верно. – И подобный центр появится в вакуум. Господин Эмирбеков, согласны? – С той информацией, которую представили наши гости, ваши коллеги. – Я думаю, что мы несколько аспектов этой темы обсудили. – Я хотел бы добавить еще одну пряность в наше блюдо. – Это очень интересная интрига, ранее неизвестная переменная в этом, скажем, уравнении успеха. – Именно успеха я подчеркну, хотя внешне, может быть, кажется, это риск, конечно. – Просто потому, что мы пока до конца его не осознаем. – Это то, что происходит в странах первого порядка, если можно так использовать. – Мы видим, как санкционная фактически война между Западом и Российской Федерацией переросла в торговую войну и войну протекционистских мер внутри Большой Семерки. – Не нужно быть большим прогнозистом, чтобы понимать, что не реализованная в рамках этой войны торговая продукция хлынет в другие страны. – И мы можем увидеть на своих рынках новую продукцию по новым ценам, новым сочетаниям. Я бы так сказал. С одной стороны, это может быть воспринято как и новая опасность, но с моей точки зрения, тот миропорядок, в том числе торговый, к которому мы привыкли, если он изменяется, то для нас открываются не просто ниши, для нас открываются совершенно другие перспективы. Я думаю, что мы, я этот постулат несколько раз уже, в том числе на ваших передачах выдвигал, это нам нужно все-таки выходить на очень крупные международные корпорации. Они должны стать нашими партнерами. Помимо торговых домов, такого механизма существуют еще и экспортные миссии, которые с прошлого года проводятся. И ближайшая экспортная миссия состоится в Швейцарии. Насколько важен для Азербайджана этот рынок? 25 июня наши бизнесмены, наша деловая, скажем так, миссия едет в Швейцарию. Ну, Швейцария является уникальным местом, в котором функционирует Давос. Есть его внешняя сторона, некая витрина. Это февральские традиционные встречи глав корпораций, государств, форум. Но там ведь на самом деле функционирует и большой исследовательский институт, которого возглавляет отец-основатель Давосского инвестиционного форума Шваб. С рядом даже своих индексов глобальных, которые они просчитывают. Они анализируют то, что происходит в мировой экономике. Их данные очень интересные. Так вот, еще Швейцария, помимо интеллектуальной составляющей, как известно, является центром торговли основными товарами. Например, торговля цветными и драгоценными металлами осуществляется в основном не в Лондоне, а именно в Швейцарии. Я думаю, что это еще и одна из резервных валют. Это так называемая «тихая гавань». Это эмиссионный центр мировой. Их роль в условиях расширяющегося мирового кризиса, между прочим, будет расти, а не снижаться. Они уже демонстрировали в 20 веке два раза как минимум. Я думаю, что Швейцария является в этом смысле очень правильным выбором для приложения наших усилий. Это правильное, абсолютно точное, стратегически верное политическое решение. Мы помним, что на Давоса наш, уважаемый президент, ездил и участвовал в работе неоднократно. И я хотел бы напомнить еще второе стратегическое решение. Я думаю, господин президент об этом говорил неоднократно, то, что мы не являемся членами ВТО. Это является невероятным конкурентным преимуществом сейчас, которое мы должны использовать. Использовать немедленно, уже сейчас. Все компании, которые принимают участие, мы знаем, что экспертные миссии организуют Министерство экономического развития, Азербайджанский фонд поощрения инвестиций. У них будет основная миссия продать азербайджанские товары. Компании, наши компании, которые примут участие, там обычно 15-20 компаний, они постараются продать фундук, который у нас сейчас быстро закладывается, сады реализовать, соки представить, также переработку тех же помидоров, баклажанов и салатов различных, которые в консервированном виде. Господин Ализады, наверное, скорее всего, хочешь сказать, как раз, что это сотрудничество с крупными компаниями, допустим, НЕСТЛИ, да? Сотрудничество, да. В то же самое время я хотел бы сказать еще о другой организации, которая тоже непосредственно, скажем так, регулирует деятельность и транснациональных компаний, и торговлю, это ЮНКТАТ, да, это организация ООН по развитию и торговле, и как раз-таки вот эта организация довольно-таки очень и очень скрупулезно проводит анализ, скажем так, торговых преимуществ, это преимущества экономики и торговли определенных стран. Как раз-таки участие вот экспортной миссии, конечно же, скажется на, скажем так, ежегодных, вот таких вот бюллетенях, бюллетенях ЮНКТАТ. В завершение задам вопрос по поводу устранения торговых барьеров и упрощения таможенных процедур. Это очень важный момент, наращивание экспортных возможностей, наращивание торгового оборота. Как вы думаете, что сегодня должно быть в этом вопросе первостепенно? Первостепенно, я считаю, что, с вашего позволения, дорогие коллеги, первостепенно, конечно же, должны быть возможности повышения товарооборота между странами, и, конечно же, в основу того, что будут ли введены, скажем так, преференциальные такие вот возможности двухсторонних отношений, как раз-таки насколько торговля, скажем так, будет повышаться, то есть внешний торговый оборот будет повышаться. Ваше мнение? С моей точки зрения, Азербайджану необходимо придерживаться либеральной модели, не менять ни в коем случае свое поведение, оставаться надежным партнером, выполнять свои обязательства. Я думаю, что и бизнес, и инвестиционный капитал на самом деле находятся в поиске стран, где либеральный режим, экономический режим существует. Позиционирование себя именно в этой области позволит нам приобретать, а не терять. Насколько я знаю, таможенные пошлины у нас были пяти ставок, сейчас мы украсили сделать всего три ставки, то есть по таможенным пошлям, то есть уже идет упрощение. Для предпринимателей уже активно вводим электронные сообщения, когда идет товар, идет это. То есть вопросы таможенных, чтобы активизировать внешнюю торговую деятельность, нужно упрощение, к чему и чистота бизнеса. Поэтому я считаю, что это большой плюс дальнейшему развитию и выходу на новые рынки. Спасибо вам за то, что пришли. Время нашей программы подошло к концу. Я представлю еще раз наших гостей. Это Муслим Ибрагимов, заведующий кафедрой экономики, русской экономической школы ЮНЕК, доктор экономических наук, профессор Фархад Амирбеков, президент исследовательского фонда ЮНЕК, Фуад Ализадем, экономический обозреватель информационного портала «Спутник Азербайджан». Я прощаюсь с вами и с нашими телезрителями. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова